Важное решение для Молдовы, которого ждали многие. Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС. Для Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление. До последнего судьба переговорного процесса была неизвестна, поскольку все упиралось в нежелание Венгрии давать зеленый свет для официального Киева. Однако в момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний, добавив, что не хочет участвовать в этом процессе. Новость о том, что ЕС одобрил открытие переговорного процесса для Молдовы и Украины, сообщил журналистам в минувший четверг председатель Европейского совета. Это исторический момент. Он показывает доверие и сплоченность Европейского союза. Открываем переговоры с Украиной и Молдовой. Это очень сильный политический сигнал, это сильное политическое решение. В этот вечер мои мысли вместе с украинским народом. Мы на их стороне. А это решение, принятое странами ЕС, играет важную роль для авторитета Европейского союза. Несмотря на довольно сдержанные ожидания, новости из Брюсселя стали настоящим сюрпризом. И многих до сих пор волнует вопрос, кто и как смог убедить скептически настроенного Виктора Орбана не голосовать против. Позже стало известно, что премьер Венгрии вовсе покинул пленум в момент голосования. Несмотря на то, что Орбан воздержался, позже премьер Венгрии раскритиковал решение Евросовета. 26 стран-членов ЕС были уверены в своем решении и что это решение должно быть принято, поэтому Венгрия посчитала, что должна следовать выбору остальных государств Европейского союза. Но Венгрия не намерена участвовать в этом, поэтому осталась в стороне от этих событий. Как сообщали международные издания, именно канцлер Германии Олаф Шольц якобы и предложил выход в непростой ситуации. Премьер-министр Орбан представил свою позицию, сделал это весьма эмоционально. Он не согласен с этим решением и не намерен изменять своего мнения. Но он не воспользовался правом Вета. Первые поздравления по случаю открытия переговорного процесса поступили от румынского лидера Клауса Йоханнеса. Для Молдовы могу сказать, что многие были с энтузиазмом и поддерживали начало переговоров с Молдовой. Я очень рад, что нам удалось прийти к этому мнению. Понятно, что дальше нужно двигаться в этом направлении. Было множество сложных дискуссий, но в то же время дружелюбных и стратегических. Президент Украины Владимир Зеленский после заявления Европейского совета о начале переговоров с Украиной и Молдовой провел телефонный разговор с Мэй Санду и поздравил свою коллегу с победой в этом решении. Это очень сильный результат для Украины и для всей Европы. Еще один шаг к полноправному вступлению в ЕС. Я благодарен всем, кто нас поддерживал и выполнял наши договоренности. Позже последовали комментарии с Кремля, где отметили, что вступление в Европейский союз – процесс длительный. Ни одна из стран, получивших возможность начать переговоры, не соответствует необходимым критериям. Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями. У ЕС всегда были достаточно жесткие критерии для вступления. И в настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствуют. ЕС и так сейчас переживает не самые лучшие времена в своей истории. И с точки зрения функционирования, и с точки зрения экономики. Заявил Дмитрий Песков для российских журналистов. В Молдавском Медеи тем временем выступили с пояснениями о дальнейших этапах для Молдовы. В частности, в ходе переговоров Молдова будет внедрять законодательство и стандарт ЕС во всех 35 главах переговорного процесса. После завершения переговоров со всеми правительствами ЕС комиссия вынесет заключение об уровне готовности стать членами Европейского Союза. Ранее власти заверяли, что Молдова может стать членом ЕС к 2030 году.